В Подмосковье полным ходом идут работы по ямочному и текущему ремонту дорог общего пользования. Оперативность выполнения этих программ держит на контроле губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье начался сезон ремонтных работ на автодорогах. Планируется привести в порядок свыше полутора тысяч километров дорог, включая региональную, муниципальную сеть и подъезды к СНТ. Но все, что касается ямочного ремонта, должно происходить оперативно. 63 тысячи квадратных метров – таков общий объем работ по ремонту дорог в Одинцовском округе на 2023 год. Продождается масштабная работа по устранению ям на дорогах и во дворах, поэтому все наши службы прошу не расслабляться. Актуальных сезонных задач еще тоже в большом количестве. Для увеличения срока службы асфальта, начиная с прошлого года на территории округа, применяется новый асфальтобетон, который имеет более плотную структуру и менее подвержен клееобразованию. За соблюдением качества выполнения работ ведется автоматический, лабораторный, общественный и строительный контроль. В рамках строительного контроля у нас осуществляется контроль качества уже устроенного покрытия. У нас с помощью системы СКПД в автоматическом режиме, без участия человека, без влияния человека, назначаются места отбора проб, кернов непосредственно, готово асфальтобетонного покрытия. И также с помощью этой же системы, с использованием видеозаписи и так далее, отбираются эти пробы и потом, значит, в лабораторных условиях исследуются. Что касается ямочного ремонта, в этом году в муниципалитете запланировано сделать 23 тысячи квадратных метров дорог. Большая часть работ уже выполнена. Здесь также проводится большая работа. И это уже не временное заделывание ям по подписаниям ГИБДД, а ремонт уже большими картами. Почти 6 тысяч ям были зарегистрированы в электронной системе. Хочу тоже отметить, что оцифровка для нас это важный процесс, без которого не будет должного контроля. И по плану все ямы мы должны устранить до 1 июля. А уже до 1 августа должен быть завершен текущий ремонт дорожного полотна. Выразить свое мнение по состоянию автомобильных дорог может каждый желающий. Сбор предложений организован на портале Добродел. Голосование проходит ежегодно с 1 июля до 1 сентября. 25% дорог, набравших максимальное количество голосов, попадают в дополнительную программу ремонта. В этом году примерно половина ремонта, она согласуется именно с теми дорогами, за которые жители проголосовали в прошлом году, как за автомобильные дороги, требующие ремонта. Помимо ремонта дорожного полотна, также обновляют разметку, пешеходные переходы и тротуары. Эти работы выполнят в ближайшее время. Станислав Трифонов, Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».